Около пяти десятков рейсов было отменено сегодня в аэропорту Шереметьево из-за происшествия с рейсом Москва-Мурманск. Ещё столько же вылетов перенесли на более позднее время. Весь день для самолётов была открыта только одна взлётно-посадочная полоса. На второй до вечера работали криминалисты. О том, что сейчас происходит в Шереметьеве, репортаж Андрея Ященко. Аэропорт Шереметьево постепенно приходит к себе. Если ещё утром были перенесены и задержаны десятки рейсов, то к вечеру ситуация нормализовалась. На данную минуту большинство рейсов прилетает и вылетает по расписанию. Сразу после ЧПА Аэрофлот отменил 46 рейсов. Как международных во Франкфурт, Барселону, Милан, Сюрих и Вену, так и внутренних. До Екатеринбурга, Челябинска, Казани и Новосибирска. Задержаны были больше сотни вылетов и прилётов. Мы из Еревана прилетели, из Армении. Но нас задержали на два часа вылет. А сейчас вы дальше куда-то летели? Да, дальше в Екатеринбург. Мы уже купили новый билет. Ну, где-то на 20,5 часа опоздание у нас было сейчас. А вы откуда летели? В Сургут. Шереметьево – самый загруженный аэропорт страны. 100 тысяч пассажиров в день, 46 миллионов в год. После аварийной посадки Суперджета оказалась заблокирована одна из двух его взлётно-посадочных полос. Поэтому расписание рейсов пришлось экстренно менять. Аэрофлот информирует всех пассажиров об отменах и переносах рейсов. Мы всю информацию публикуем в социальных сетях, на сайте компании. Все пассажиры, прибывшие на регистрацию, прибывшие в аэропорт, обслуживаются согласно федеральным авиационным правилам. Ночью многие подъезды к аэропорту были заблокированы машинами экстренных служб. Некоторые пассажиры жаловались, что не смогли вызвать такси. Поэтому Аэроэкспресс перешёл на круглосуточный режим работы. Помимо продления движения, также была организована возможность бесплатного проезда для всех, кто имеет отношение к аварийному рейсу. Это родственники, члены экипажа, а также их родные и близкие. Сейчас поезда ходят в штатном режиме. Но сейчас никаких заторов на подъезде к аэропорту нет. Сообщения о массовой сдаче билетов пассажирами, которые появились в соцсетях, также не подтвердились. Дело в случае. Никто не застрахован. Мне вообще всегда страшно летать, поэтому лететь нужно. Получу. Следователи и эксперты Межгосударственного авиационного комитета закончили работу. Несколько часов со взлетно-посадочной полосы убирали остатки суперджета в штатном режиме. Аэропорт «Шереметьево» должен заработать завтра утром. Андрей Ященко, Савелий Матюхин, Александр Маркин-Нагаев и Маргарита Королёва. Вести. А ну давай балет! Есть балет, товарищ командир! Лебединое озеро! Держитесь! Т-34. Учись, Квазимода! 9 мая в 21.00 на канале Россия. Савелий Матюхин, Александр Маркин-Нагаев и Маргарита Королёва. Продолжение следует...